Накануне церковь чтила архистратига Божия Михаила, в день воспоминания его чудо бывшего в Хонях, наша съемочная группа побывала в столичном храме имени предводителя воинства небесного в районе Тропарева. О церковном торжестве и богослужении на Михайловском приходе в следующем сюжете. Церковь архангела Михаила в Тропарево, или как звучит в официальном названии, храм во имя чудо архистратига Божия Михаила, что на Тропаревском овраге, одна из древнейших в столице. Уже в 1704 году в селе Тропареве существовала каменная архангела Михайловская церковь, построенная предположительно в 1693 году на подмосковных землях Новодевичьего монастыря. Сейчас это территория Москвы. После возвращения верующим в 1989 году храм имеет статус патриаршего подворья. На приходе ведется большая социальная, миссионерская, молодежная, спортивная, военно-патриотическая работа. У нас есть военно-патриотический клуб «Архистратиг», у нас молодежный клуб «Неофит» встречается. Сестры Милосердия, их около 14 сестер. Мы ходим и кормляем детский дом здесь, очень тяжелые детки имени святителя Луки Крымского. В воскресной школе у нас обучается около ста детей. В престольное торжество при уходе, день воспоминания чудо-архистратига Михаила в Хонях, в Тропаревском храме прошло архиерейское богослужение. Возглавил литургию управляющий западным викориатством столицы епископ Павлова Посадский Фома. «Святые Божии, святые 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 Божии, свят Он выражен как главный борец против дьявола и всякого беззакония среди людей. Отсюда его церковное именование – архистратик, то есть военачальник. Предводителя воинства небесных сил чтят все священные писания – иудеев, христиан и мусульман. За богослужением владыка Фомас, священнослужитель викариатства, клир, прихожане и гости престольного торжества совершили крестный ход вокруг архангела Михайловского храма. По окончании службы владыка обратился к присутствующим в храме с архипастерским словом, поздравив паству с престольным праздником и Днем памяти архистратига Божия Михаила. Мы, каждый из нас, с вами имеем ангела своего хранителя, во главе которых находится архистратик Божий Михаил и все воинство небесное. Будем обращать свой взор, чтобы это воинство небесное помогло бы препобедить, прежде всего, те страсти и страдания, которые мы сами себе привносим в нашей жизни своими неразумными поступками, своими неразумными мыслями, делами и грехами. Будем просить Бога, чтобы Господь помог бы заступничеством архистратига Божия Михаила взглянуть внутрь нашего сердца, пресцать пред Богом таковыми, каковыми мы являемся, без всякой лести самому себе, и спросить у Бога прощения, и быть вместе с ангелами, восхваляя Троицу во единстве Божестве. Продолжение следует...